Идите сюда. А вот на фоне зимнего уже моря. Привет из Ялты. Сегодня первый день зимы. Видите, я уже в шапке, я болею, поэтому видео мало. Туда не ездим. Сегодня Славик меня вытащил, говорит, пошли хоть по Ялте немножечко. Да, мы сегодня встретимся с Иваном, нашим вашим уже известным маклером, которого мы постоянно пиарим, так как ручаемся за него, это наш друг. Мы знаем, что сейчас многие из вас собираются в Крым на Новый Год. Между прочим, даже сейчас уже самолеты летают полными в Симферополь, а скоро будут идти поезда, это уже, наверное, полные. Если вы еще не определились с жильем на Новый Год, там, где вы будете праздновать наступление 2020, так сказать, мы вам сегодня предложим несколько вариантов. Да, а также Ваня ответит на некоторые вопросы, которые ему задают больше всего в сети. А также, кто еще не в курсе, у нас есть наша страничка в Инстаграм, поэтому обязательно приходите по ссылочке в описании и присоединяйтесь к нам в этой соцсети. Пушик, скажи что-нибудь. Что ты скажешь? Питиво. Холодь. Значит, сразу хочу сказать по поводу маршрутов 171 и 19, почему люди уехали. Мы это все расскажем немножечко позже, сейчас решается вопрос о их возвращении, так что не будем мешать. А находимся мы на 10-м микро районе, там, где живет Иван. Вот это вот видит дальше, сколько там, раз, два, три, четырехэтажные уже дома. Это вот все, все нам выросло на гаражах. Вот о чем я вам говорил, видите? Здесь вот гаражи, везде гаражи, живи, живи. Привет, Вань. Привет. Вот как раз мы первую квартиру и покажем здесь, в этих видовых гаражах. Погнали. Наши Ялгански, да, так называемые. Да, да. Ого, аж последний этаж. Да, последний этаж, так называемый пентхаус. Я на сайте последний этаж, вот таких коттеджей пентхаусом называю, когда он занимает весь этаж коттеджа. В общем, вот такой вид здесь, здесь просто видно все. Я не знаю, с таким видом малый квартир в Ялте, не более в центре, центр же ниже находится. Салют, обалденно, да, я же сам живу как раз в этих домах. Я салют всегда сплачу с окна. Если вы на автомобиле, блин, это очень классный вариант. Летом ребята сюда заселялись, заселялись, очень довольны. Пойдем дальше, покажем. Давай. Мангальчик. Мангалом можно пользоваться. Диванчик, если хочется людям летом отдыхать. На свежем воздухе раскладывается, постельное белье дается, то есть все без проблем. Здесь нужно разбудить квартиры, чистенько. То есть это однокомнатная студия. С новеньким... Ну, современное все. Современное аккуратное ремонтик. Все, что необходимо, есть. Даже хурьма свежая, только сорванная. Вот такой вот кондиционер здесь замечательный. Вот люди спрашивают, где у вас кондиционер. На фотографиях не увидят. Вот он висит. Тут есть сауна. Я бы просто так не показывал этот вариант. Таких много. А вот с сауной... Тут, конечно, надо тапочки, но мы сейчас спустимся без тапочки, да? Давай. Спускаемся просто этажом ниже. И заходим в сауну. Тут как раз набирается сейчас вода. Скоро заселятся люди. Ничего себе, какой глубокий бассейн. Просто метра три глубина. Слушай, ну это просто какая-то находка. И мангал, и сауна есть, и вид такой. Я боюсь, что будет стоить баснословных денег, нет? Нет. На Новый год этот номер стоит 2,5 тысячи. А, да точно. Баня стоит 500 рублей дополнительно. То есть, ну это новогодняя цена. Летом такая же цена, июля, и август. Так, спускаемся по таким дебрям. Не знаю, ездили вы здесь или нет. Сейчас мы посмотрим в Дарсан-Паласе. Квартирку одну. Недалеко от армянской церкви, чуть выше. Машину ставь вот сюда, под вот эту вот, паркуйся. Прямо перекрывай вот этот проезд. Вот этот проезд? Да, прям вот под него паркуйся, и будешь тут стоять. Так, ну эта квартира исключительно на длительный срок. То есть, можете по ней не стучаться. 29 декабря, если никто не заселится в нее, тогда можно будет еще поговорить, чтобы кто-то приехал. Ну это перед самим Новым годом. Это вот пока показываем, кто хочет. Сколько на свою 25 тысяч месяцев? Да, мы сейчас опустили стоимость, она стояла 30. Но что-то за 30 тысяч не получается в том году. Как-то спрос был больше, квартир меньше. В этом году немного поменяло, чем мы решили снизиться. А сейчас коммуналку отдельно? Да, коммуналку отдельно. А моя комиссия включена? Зимой тысяч 4 тысячи коммуналки где-то будет? Я думаю, нет. Здесь не больше 3 тысяч должно быть. О, ну тут хорошо. Отлично. Отлично. Так, здесь у нас вообще все классно. Здоровенное зеркало. В санузле пол с подогревом, два радиатора. Очень светло, то есть если даже свет... Да супер вообще, да. Вот, то есть это обычное состояние квартиры. Диван, а кровати нет, диван чистый. Кровати, к сожалению, нет. Да, ну вот так. То есть хозяин живет на диване, и диван очень удобный. В принципе. Телек такой здоровенный, класс, интерьерщик супер. А вид куда у нас выходит? На гараже, как обычно. На горы. На гараже. Отстроенные гаражи. А, ну да, горы, горы. А что, снег выпал? Смотри, снег выпал. Да, да, да. С ним писали 1 декабря снег уже. Чего сюда? Ну там он такой, при порошера. А вот видно, как напротив девушка там готовит. Она в маечке, там можно вот в бинокль смотреть за ней. Плюсы этой квартиры. Да, да. На выходе большой холодильник. В принципе, здесь немножечко вниз спускаетесь и сразу попадаете в центр. На улицу Савдовую, на Карла Маркса. Да, по поводу автомобиля. Хозяин сделает пропуск и можно будет ставить на территории. Тут огромная территория, любое количество автомобилей поместится. Также на территории этого комплекса есть спортивная площадка, детская площадка. Есть мангальная зона. Есть бассейн, есть ресторан. Ну и летом здесь живет хозяин. Так что только в межсезон. В принципе, уже вот с правой стороны армянская церковь. Покажи. Вот. Все, вот проезжаем. Я даже не знал, что это отсюда. Едем сейчас в Адмиралтейский. Мы там когда-то уже снимали эту студию. Да, мы там показывали квартиру. Так, улица Росвельта направо. Идет набережная сразу. Да не, ну к лету Ялту, мне кажется, будет не узнать. Столько изменений. Я так доволен, честно говоря, что они что-то делают. И там говорят еще очень красиво. Или слева паркуйся. Или заезжай вот прям, перекрывай вот этот, вот бьет с гаража. Да? Да. Заезд будет сюда. Вот так, да. И все. Первые дети. Здесь банковка. Говорили они или нет сто трасс. Паркинг стоит 300 рублей в сутки. Круг в год одна цена. Спасибо. Ну это как, не знаю, считается как двухкомнатная, да, по Ялтинским стандартам. Ну, по сути, по факту, это полуторка. Отдельно изолированная спальня и зал, студия, замечанная с кухней. Все, что необходимо в квартире, конечно же, есть, кроме балкона. К сожалению, в этом доме, не во всех квартирах есть балкон. Но вид на море, все в лучших традициях, все, как люди хотят. Ой, ты сегодня отсечил. Друзья, а вот с этой стороны у нас строится рынок. Кто не видел видео, будет в описании к этому ролику и в подсказке сверху. И еще одна комната, да? Ммм, как светло. Хорошая квартирка. Мне очень нравится, что здесь. Эта квартира свободна на Новый год, на сегодняшний день. Она освобождается 30 декабря. Ну там есть броня. 30 декабря можно сюда заселяться. Ну, так что перед самым Новым годом у вас есть прекрасная возможность. Здесь у нас еще санузел есть, да? Тоже хороший такой, широкий, зеркало, стиралка, сушара. Не хватает только ванной. Ну, она ей не нужна, в принципе. Не хватает ванной, я вообще хочу избавиться дома от ванны. Вообще, это полезно. Да, кстати, все забыли сказать. Очень важную информацию, эта квартира продается. Стоимость этой квартиры 10 миллионов 800. Поэтому все желающие могут... Что, тебя шокировала эта цифра? Могут приходить, смотреть, задавать вопросы. Пишите. Давай, быстрее. Слышишь, это открытый код. Заходим. И сюда не пускают. Нас сейчас дуют. Фух. Ой, как они, как они похожи. Все беленько, красивенько. Да супер вообще. Все беленько, красивенько. А тут плита включена. Или это что, время? Что это? 21.16. А, это было? У нас белые ночи являет. Тут газ. Какая плита включена? Ой. Здесь, да, это как трехкомнатная квартира по Ялтинским стандартам. То есть получается раз, два, три. Ну, по факту тоже. По факту сами видите, да. То есть здесь семьи... По кладературе не так уж и много. Ну, просто разделено. Сюда и пары можно заселиться, если кому-то удобно. Оно очень красиво, классно. Комфортнее все-таки пара и двое детей, например. И здесь есть балкончик. Здесь большой классный балкон. А, да ладно. Да, давай. Сейчас я открою его, потому что здесь... Ух ты. А, холодно! Смотри как. Мне нравится стекленная штука. А, перегородка, да, такая? Да, она свободна. Смотрите, новогодние праздники. Смотрите, какая киса. Ну, посмотри. Я же для себя это, приглядываюсь. У меня свои козырные интересы. Я смотрю себе кухню. Мама, вот это кухня вся со столиком. Классная. А, мойка. В смысле медседу. О, для кастрюли. Вот это тоже очень важная штучка. Сюда можно поставить масло всякое. Кухня зачетная. Сейчас еще санузел покажу. Санузел не показывали. А тут, смотри, где там скачает. Ой, как гламурненько. На что мы снимаем? Люди спрашивают. Они забронировали квартиру, да, отправили предоплату. Все, мы договорились. А бронь на сайте не стоит. Ну, как бы, я тоже человек и элементарно не успеваю поставить бронь. Важно, чтобы вы понимали, что если вы отправили предоплату и мы уже договорились, это говорит о том, что я договорился, в первую очередь, с хозяином этой квартиры. И бронь стоит у хозяина в его журнале. Почему на Авито и на моем сайте, на Авито имеется в виду у разных риелторов, под разными номерами телефонов, и на моем сайте висят одинаковые квартиры. Тут в этом нет ничего криминального. Все риелторы сдают одинаковые квартиры по всему городу. И если я рекламирую свой сайт, это не значит, что у меня там должны быть эксклюзивные объекты. Это очень сложно. Я предлагаю такие же квартиры, как и все, просто на моем сайте удобнее с помощью фильтра найти те или иные квартиры под вас, под ваши даты, под ваш бюджет. Тоже очень часто люди отправляют мне заявку, где указана цена. А я людям называю другую цену. Они не выбрали даты, которые их интересуют. Да, обязательно выбирайте даты, когда бронируете, когда смотрите квартиры даже просто. А так, в соответствии с датами, все цены соответствуют. Никакого подвоха. Тоже часто. Почему собственники квартир не бронируют свое жилье на короткий срок? Например, эта квартира сейчас, вот, она сдается по 3 тысячи в сутки в зимний период. Эта стоимость актуальна минимум на 4 дня. Почему? Собственник должен оплатить горничную, должен оплатить рекламу, которую он делает на эту квартиру. И должен что-то заработать, заплатить мне комиссию должен. И если все, плюс ко всему, здесь апартаменты, здесь дорогие коммунальные платежи. Можно легко посчитать минимальную стоимость, за которую выгодно сдавать эту квартиру. К слову, про минимальный срок бронирования. Часто люди возмущаются, ну, укажи ты в объявлении, в описании, да, что квартира сдается минимум на 4 дня, чтобы не было вопросов. Я этого не делаю принципиально, потому что у меня не одна квартира. То есть, если вы хотите снять эту квартиру по 3 тысячи на 2 дня, я вам предложу альтернативный вариант на 2 дня по 3 тысячи. Кстати, вот этот ЖК, который здесь строят, я узнавал, как он называется. Называется Приморский квартал. Да, да? Да, но нигде нет информации по продаже. Наверное, когда... Игры я тоже не нашла, я с вами не нашла. Это на месте бывшего рыбзавода. Вот мы здесь видео снимали, несколько даже. Смотрите, как сегодня облачка, да, пузыка? Да, очень. Там немножечко присыпало, знаете, как зима пришла, тогда как сахарная пудра немножко на айзи. Первый день зимы. Так, еще один важный вопрос. Можно ли вернуть предоплату? Вдруг, допустим, вы скинули предоплату... Что-то поменялось, и вы не сможете приехать. Ты перебиваешь, блин. Это может и бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур. Я обычно таким правилам придерживаюсь. То есть возврат предоплаты возможен не позже, чем за один месяц до заселения. Тогда у нас есть возможность забронировать на эти даты людей. Или по уважительной причине справку, если тебе пришли, нет? Нет, никаких уважительных причин... Как в школе. Нет. К сожалению, нет. Ну что, друзья, напоследок вам покажем полный, полноводный водопад Учанцу. Вот прямо по курсу видно его отсюда, если присмотреться, да? Да, после дождя должен быть хороший. Ну вот заедем, чтобы показать вам красоту. А то все море, да море. Яна, давно ты была на водопаде? Давно на водопаде была, хомяк. Печеньку натырил. Кстати, вы знаете, что этот водопад, он выше, чем Ниагарский. Причем почти в два раза, по-моему. Ниагарский 50 метров, а наш 98,5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Что, ребят, кому понравилось видео Обязательно пальчики вверх Подписывайтесь на канал Надеюсь, оно будет вам полезным Ссылка на сайт Который мы разрабатывали вместе с Ваней Будет в описании к этому ролику И в закрепленном комментарии Все, до новых встреч Пока-пока А также все наши предыдущие обзоры Я тоже оставлю в описании А мы пошли кушать мандарин Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»